Всем здравия! Сегодня в разборе у нас вот такой электромотор от стиральной машинки, от очень старой. Машинка это еще от моих родителей, которые родились в 29-30 году. В общем, год выпуска 63-й. Совнархоз Литовской СССР, город Мажейкай. 1963 год, 0,150 кВт, 1420 оборотов в минуту. Вот такой мотор. Мы ровесны почти, я 60-го года. Сейчас мы его отправим в последний путь. Такие моторы, они нигде не нужны, хотя он на наждаке у меня подобный стоит. Он вечный. Но сегодня я не о моторе хочу поговорить, а вот наткнулся на интересное решение, как трехфазный двигатель запускали без конденсаторов. Вот это все приспособление. Пускатель вот такой. Вот корпус от него, все что осталось. Все. И релюшка. Сейчас я вам покажу. Может, кому интересно будет, как запускали без конденсатора. Вот. Вы видите, с двигателя выходят у нас три провода, три обмотки. Одна у нас через тепловое реле. Вот такое тепловое реле. Видим, под низом стоит спиралька вот эта, которая нагревает, и у нас при нагреве размыкается контакт. Но это реле не пусковое, скорее всего, а защитное. Вот она стоит на одной фазе. Вот он подходит, будем сюда считать крайне левый. Вот этот. И вот смотрите, какой пускатель устройство интересное. Никаких конденсаторов. Мы же привыкли через конденсаторы запускать. Вот я сейчас покажу. Вот подобный мотор у меня стоит. Но он помощнее, конечно. Так, сейчас 1400 оборотов тоже. 81 год. Так, так, где мощность? Мощность 400 ватт. 0,4 киловатта, да? А там сейчас посмотрим, забыл уже. И вот стоят два конденсатора по 20 микрофарад. Ну, короче, они идеально угадали. Они запускают, и на нем мотор работает, и это... Он не греется ничего, абсолютно, слово совсем не греется, может часами крутиться. Вот, 40 микрофарад на 400 ватт мощности. При запуске, после запуска, не отключая их. Вот, кстати, тоже еще на разбор два старых все. Потрошу все. Идет тотальная зачистка гаража. Ничего не нужного. Короче, чищу под ноль. Оставляю только более-менее современные запчасти. Так вот, так, сейчас 0,4 киловатта, значит, а здесь у нас 0,150. Ну да, 150 ватт. Слав же того, даже на наждак он слабоватый будет. Ну так вот, смотрим, значит, смотрим. Вот этот пускатель очень интересный. Вот смотрите, как видим, вот от него была родная резетка. Ой, резетка, родные провода подходили с вилкой для включения в сеть. И вот, глядим, у нас средняя фаза и крайняя правая соединены перемычкой. Значит, при включении вилки в резетку у нас подается питание на все три фазы. На все три фазы. Но так как у нас, значит, выключатель еще не замкнутый, эти три фазы, так и у нас питание остается здесь. Так, теперь, значит, подаем на провода. Вот смотрим, смотрите. Надеюсь, так вот мне в экранах хорошо видно, что вроде бы четко все. Показываю, замыкаем. Кнопку нажал, держу палец. Видите, замкнулись все три фазы. Происходит пуск в это время. На все три фазы идет питание. Я нажал и отпускаю палец. И у нас отходит средний контакт. Два крайних контакта остаются замкнутые. Один идет через релюшку на фазу. И это, ну, релюшка, скорее всего, это у нас тепловая для защиты от перегруза. Там, видимо, спиралька, она греется. При запуске она нам тут никакой роли не играет. Она у нас в холодном состоянии и замкнута. При перегреве, значит, видать, нагревается и разъединяет контакт, но все, мотор теряет питание. И смотрим, смотрим на выключатель. Видите, и осталось у нас теперь, что питание идет этот разомкнутый средний контакт. Хоть он заперемычен, у нас средняя фаза, вот это у нас провод идет, значит, запустился. И вот этот провод идет, питание на него уже не подается. Идет по двум проводам. Вот, смотрим, нажимаем кнопку стоп. Сейчас я вытащу на свет, чтобы лучше было видно, вот смотрите. Нажимаем кнопку стоп. Ой, отпуск завлю сейчас. Ага, не вижу, смотрю, фотоаппарат туда. Нажимаем кнопку стоп, и у нас отскакивают крайние. Повторяем запуск, значит, смотрим. Все три прижались. Вот я палец убираю. Держу палец. Все три фазы под питанием палец убрал. Средняя отскокнула у нас. Вот такой выключатель оригинальный. Видите, пожалуй, его надо оставить и использовать при запуске любого мотора трехфазного. Вот так в 1963 году незатейливо обходились стиральные машинки без конденсаторов. И потом, значит, на двух фазах мотор крутился, работал. Ну, как и при запуске с конденсатором. Если конденсаторы отключаемые, то потом мотор работает на двух фазах. Ну, конечно, не в полную мощность работает. Что-то там 60 или сколько-то, но тем не менее. Вот наждак у меня, значит, я который показал, тот работает все время как бы на трех фазах за счет конденсаторов. Питание подается на третьих фазах постоянно. Вот так, друзья, кому электротехнику, кто мастерит самоделки, на заметку. Вот такой выключатель со стиральной машины. Не помню уже ее название. 1963 года выпуска. Вот так вот пускаем без конденсатора. Ну, ладно, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. До свидания. Здоровья. До свидания.